В центре Улан-Удэ уже третий сутки продолжается акция оппозиции, собравшаяся не согласно с итогами выборов мэра, а также задержанием двух соратников местного шамана Саши. А теперь митингующие требуют отпустить еще и блогера Баирова, который призывал граждан на несогласованные акции протестующих, поддержал глава буддистов России, что за этим стоит. В Улан-Удэ все еще протестуют акции оппозиции на центральной площади города, идут уже третий сутки. Подробности. Все началось с митинга в поддержку задержанных сторонников якутского шамана, который уже полгода идет пешком в Москву с целью изгнать зло из Кремля. Затем к требованиям освободить задержанных спутников шамана добавились призывы к перевыборам мэра Улан-Удэ. Победил в городе самовыдвиженец Игорь Шутенков, а второе место занял сенатор от Иркутской области коммунист Вячеслав Мархаев, ранее осудивший действия силовиков на протестах в Москве. Для разгона несанкционированного собрания в Бурятской столице Росгвардия и полиция применили дубинки, а неизвестные люди в масках задержали организаторов митинга. Среди них местный депутат и блогер. Теперь митингующие требуют отпустить в первую очередь депутата и блогера. В среду блогера Дмитрия Баирова доставили суд из больницы, рассказывает корреспондент Бурятской ТРК Наригус Сергей Смоленинов. Он находился в больнице, потому что у него черепно-мозговая травма зафиксирована и повреждение первого позвонка. Пространство возле суда оцепили, потому что люди попытались прорваться, чтобы поприсутствовать на заседании суда. Но судья, видимо, принял решение о том, что заседание суда должно быть закрытым. Но там произошли небольшие потасовки, из-за этого стернили силы в здании суда. А на площади Совета в данный момент находится один автобус. Ну, от силы 10-20 активистов. Ну, 20 это максимум. На улице достаточно прохладно. Я думаю, что кроме идейных вдохновителей всего этого мероприятия... А там и сенатор из Иркутска, да, тоже? Да, да. Вячеслав Мархаев все еще здесь. Он продолжает подчеркивать, что будем бороться со всем этим произволом законными методами. Ну и вскользь тема вопросов выборов не снимается. Не стоит так остро, потому что сейчас основное понимание переключили на свободу Байева. И, если честно, мне кажется, уже все забыли и свидетельные вдохновители про задержанных сподвижников икутского шамана. Сергей Смоленинов. Шаман Саша. Из-за задержания сторонников которого в Улан-Удэе и начались акции протеста, тем временем идет в Иркутск и в городе внимательно следят за тем, как развиваются события в Бурятии, говорит журналист телевидение Восточной Сибири Галина Тюрнева. Среди методов, которыми пытаются сейчас бороться с этой стихийной оппозицией, есть два способа, да, накануне на площади поставили устройство, которое глушит сигнал сотовой связи, чтобы остановились транслиации, которые бесконечно шли в интернет. Есть один способ, которым воспользовались власти, они потушили на площади свет для того, чтобы сотовые телефоны не могли снимать картинку. Протест идет на спад, если в лучшие времена количество митингующих дошло до 200 человек, сейчас на площади всего лишь несколько десятков. А в Иркутске вообще какая реакция на все происходящее, не знаю, ждут ли шамана? Ой, в Иркутске, я вам честно скажу, мы в большом шоке, потому что, понимаете, у нас немножко сдвинуты поля оппозиции в городе Иркутске, у нас все-таки регион коммунистический, глава региона у нас коммунист, но по итогам единого дня голосования, конечно, большинство постов в Думе Иркутска и ДТТ заняли представители Единой России, мы вот переживаем, как бы у нас ничего не началось, мы пока все тихо, спокойно, Иркутск показали результатами своих выборов, но единственное, что нельзя не отметить, одним из таких идейных вдохновителей митинга стал Вячеслав Мархаев, он и наш сенатор тоже, то есть он интересы Иркутской области представляет и здесь имеет тоже определенное влияние. Ну и второй момент, который Иркутская область, конечно, так немножко за дело зацепил, это то, что представитель буддистской самхи России, глава буддистской самхи России Хамбулама Айушиев, да, вчера высказался в поддержку митингующих, резко осудил действия власти в Бурятии, и поскольку у нас процент населения, которое придерживается буддистской религии, довольно высок, мы переживаем, что это, конечно, тоже может на нас негативно повлиять. Да, Саню Шамана мы тоже ждем, ну, отпор ему давать не собираемся, но то, с каким флером он идет по России и по стране, немножко смущает. И особенно с учетом того, что регион у нас протестный, ну, будем ждать и будем встречать, посмотрим, что будет у нас. Галина Тюрнева. К Москве шаман Саша намерен прийти к 2021 году. В Улан-Удэ продолжаются стихийные акции протеста. Митинг за отмену результатов выборов мэра перерос в столкновение с полицией. Что происходит и при чем тут якутский шаман? Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновение с полицией. Как минимум, один человек пострадал, трое задержан. И протесты в Бурятии начались вечером 9 сентября. Повод о прошедшей выборах главы Улан-Удэ победил самого движения Сигири Шутенков. Второе место занял сенатор Иркутской области, коммунист Вячеслав Мархаев, ранее осудивший действия силовиков на протестах в Москве. Протестующие требовали отменить результаты выборов, а еще отпустить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву через всю Россию, у которого есть некие вопросы к руководству страны. В Бурятии организовали встречу с шаманом, произошли задержания, после которых началась акция. Очевидцы протестов выложили в сеть видео. Видно, как несколько человек в боевой экипировке и с дубинками расталкивают протестующих, стоящие рядом полицейские снимают происходящее. Незанкционированные акции организовал местный блогер Дмитрий Баиров. На площади рядом с администрацией Бурятии, по разным оценкам, собралось от 200 до 300 человек, в том числе и местные коммунисты, продолжает корреспондент сайта «Тайга.Инфо» Ярослав Влас. Вернулся на площадь Вячеслав Мархайев, который проиграл выборы мэра ЛМД. Но, так как коммунисты считают, что единороссия и действующая власть Бурятия ЛМД конфликтировала выборы, коммунисты начали выдвигать политические требования. К вечеру полиция решила действовать совсем активно. ОМОН с трех сторон начал отжимать толпу параллельно. С еще одной стороны накинулась на толпу. Какие-то неизвестные в масках с ахориками разбили машину депутата Баира Циренова, вытащили и депутата, и блогера, и еще двух помощников депутата с водителем. То есть всего четыре человека получилось. Везли их в РВД. Мархаев выступил уже перед участниками и сказал, что вообще это вопиющий случай. Ирослав Влас на полномочный прамщик Бурятия Юлия Жамбалова пообещала проверить правомерное содержание участников акции, направить соответствующие запросы в МВД. При этом омбудсмен заявила, что выборы мэра и депутата Горсовета признаны состоявшимися и легитимными. Зарплату каждому депутату Мосгордумы. Московские коммунисты намерены разработать законопроект, который позволит выплачивать довольствие всем депутатам столичного парламента, а не только руководителям и главам комиссии комитетов, как происходит сейчас. По словам зампредседателя ЦК КПРФ депутата Госдумы Валерия Рашкина, сейчас оклад, например, у председателя комиссии МГД 80 тысяч рублей, остальная сумма начисляется в виде премии. Ранний источник Бизнес.ФМ говорил, что у руководящего звена Мосгордумы зарплата составляет 450-500 тысяч. Сейчас из 45 депутатов Мосгордумы зарплату получают 18. Коммунисты хотят вернуть на прежнюю систему, когда все депутаты работали на профессиональной основе, а не на общественных началах, сказал им Валерий Рашкин. Пять лет назад, даже больше, Московская Городская Дума была полностью, то есть работали все на профессиональной основе, получали только там. И если ты не хотел работать на профессиональной основе, ты просто уходил с депутатов. Там не могли бизнесмены пойти, потому что они бизнес не хотели бросать. А нельзя было заниматься и бизнесом, и получать зарплату в Московской Городской Думе. Нельзя было директорам школ. Ну, тогда приняли решение, что, ну, на общественных началах, пожалуйста, бизнес иди, директора школы иди, бюджетники там идите, будете депутатами, все могут, бизнес вперед в Московскую Городскую Думу. Вы не будете там зарплату получать, но зато будете лоббировать свой бизнес. Человек, если работает и хочет работать на профессиональной основе, пожалуйста, пусть работает, переходите там, у него соответствующая нагрузка, обязанности и запреты, которые есть, занятия бизнесом и все остальное. Валер Рашкин, депутат Мосгордумы из Единой России, представитель комиссии по массовой культуре и коммуникациями Евгения Герасимов, считает, что выбор, работать за зарплату или нет, должен оставаться за депутатом. В принципе, это депутат тоже имеет, наверное, право выбирать, потому что есть те, кто на, скажем, на постоянной, хорошей зарплате, находится на своем производстве, он может в данном случае выбрать. Поэтому я считаю, что тут вполне нормальная инициатива. Новый состав Думы пусть обсудит это. А на что сейчас живут депутаты, которые работают без заработной платы? Ну, вы у них спросите. Они же шли, депутаты, они знали о том, что есть те, кто на постоянной работе, кто не на постоянной. Евгений Герасимов. Если зарплату получают не все депутаты Мосгурдумы, то все имеют некоторые привилегии. Личный автомобиль с водителем, медицинское обслуживание и бесплатную связь. Выборы на Мосгурдуму состоялись 8 сентября. Само в движении ЦИАТа мэрии «Единая Россия» получили 26 мандатов из 45. 13 мандатов получила КПРФ, еще по 3 у «Справедливой России» и «Яблоко». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»